Понятно? Да, мы все поняли. Все? Да, все? Да. Да. Саморезы должны располагаться под волной, да, под ступенькой. Вот, это говорит о том, что промазали, они технологию не изучили, выставили неправильно, да, обрешетку. Крыша также сделана. Инструкция идет конкретная. К ее монтажу уже нарушили, да, саморезом. То есть обрешетку не выдержали. Это говорит о том, что собирали дилетанты кровлю. Это я вот прям сходу говорю, даже не поднимался вовнутрь. Заказчик говорит, что в некоторых местах есть протечки в зоне дымохода, в зоне мансардных окон. Люди хотят делать отделку внутреннюю, да, чистовую на втором этаже. Есть там вопросы, есть подтекания, какие-то трещины в гипсокартоне. Они хотят вот получить информацию, чтобы иметь представление. Сейчас разберусь, поставлю диагноз. Если вот сделать все правильно по технологии, утеплить, по изоляции сделать, то и на газе вы будете экономить, либо на электричестве, чем отапливать. Недостатки какие? Отсутствует контрабрешетка. И обрешетка, и по технологии. Это я уже сказал. Здесь недостаточно утепления, и плохо оно сделано на чердаке. И поэтому тепло проникает сюда со второго этажа. Нужно еще доутеплить. Пароизоляция как бы есть, но утеплено очень плохо. Вот смотрите, здесь даже ничего нет. Вот напрямую, вот я вижу пароизоляцию. Видите, разве это утепление? Утеплено по сути 5 сантиметров. Брусок все вот эти, где не хватает, все забить. Потом еще брусок и перекрестном уложить. Здесь бы, ну, аэроэлементы конька поставил бы. Под конек, чтобы не заметал снег сюда. На холодном ничего. Ну и хорошо, пускай туда идет. Ну, теплый воздух уходит, ничего страшного. Маяки, видишь, железные. Не убрали. Там герметиком проведено, где по прямому кирпичу идет. А где провал, где раствор, там дырка. Десятки, две. И внахлест, то есть, чтобы стык на стык не попадал. И все, труба сразу выпала. У вас конденсат бы тек везде. Металлочерепица средняя. У нее гарантия, там, ну, лет 15. Ну, я не думаю, что сюда даже ее ставили. Здесь диагноз такой. Вариант минимум – это ремонт и утепление потолка. И вариант максимум – полностью ремонт кровли. Но вообще, второй вариант – это вопрос времени. Лет пять, шесть. Металлочерепица уже почти, так сказать, использовала свой ресурс. Здесь все, поехали дальше. Все спальни на втором этаже, все протекают. Именно из-за кровли. Сейчас поднимемся наверх, узнаем причину. В этом месте протекание сильное. Вот лужицы стоят, не высыхают. Смотри. Древесина вся мокрая. Вот протечки. Здесь потеков очень много. Вот там полный таз. Вот. А вот это хозяйство надо сквозь крышу выводить. Ну, вот это вот все. Дождь пошел. Дождь пошел. Расширительный бачок. А ну-ка, посвети сюда. Так он у вас без воды, вы в курсе? И сюда воду надо. Это часть системы отопления. Врачу все ясно. Так, конечно, она будет течь. Смотри, следы от долбежки. Под замену. Тут даже говорить не о чем. Тратить время ходить, лазить. Просто она вся под замену. Ее вон латают. Крыша из цвет металла, из алюминия. Открылась это 30 лет назад. Протечек очень много. Вся она истыкана ломами, топорами. Я не знаю, чем, видимо, скалывали этот снег, глыбы. Мягко говоря, кровля решето. Вот здесь мансардные участки надо переутеплять. Я бы вам советовал с сантехникой разобраться. Потому что сейчас, как у вас сделано, так не делают. Вот эти теплые трубы с чердака надо убирать. Но кровля под замену. Туда пойдет либо битумная черепица, либо фальц. Ремонт срочно. Потому что дымоходы там в ужасном. Я не знаю, когда нам до подвала не дотекают. Вернусь в предысторию. Здесь отделка камнем была. Камень этот начал со временем крошиться и так далее. Заказчику не понравилось. И он решил сделать медью. Один дымоход мы уже обшили картинами. Со всех четырех сторон. На одинаковый фальц подводка. Здесь не нахлёст, а тоже замок. Здесь на двойной фальц. Ну, для объемности мы оставили один замок недовернутым. А почему цветовая структура такая у меди? Потому что она стояла в рулонах. Хранилась на улице. Значит, года три. Дожди, снег. И, естественно, между лесами водичка просачивалась. И неоднородно темнело. Это ничего страшного. Со временем она станет однородной, когда потемнеет. Пройдёт буквально одна зима. Вот как эта крыша. Старые зонтики или колпаки остаются по просьбе заказчика. А так как за счёт каркаса и обшивки меди наш дымоход стал шире, мы делали дополнительную окантовку из меди по кругу, чтобы обшивка дымохода подошла под эту окантовку. Это такой переходник под окантовку колпака. Эти два дымохода закончены. Это в процессе. Здесь мы делали каркас из фанеры водостойкой здесь и мембраной. Потом уже крепим панелями. Крепление только в пасте. Тут он не виноват. Уже вот так. Субтитры делал DimaTorzok Обрешетка сделана неправильно, саморез должен быть в этом месте Человек предлагает нам, возьмитесь за переделку с сохранением металлочерепицы Мы не можем на себя взять такие обязательства, потому что обрешетка выставлена изначально неправильно И саморезы находятся не там, где нужно Спасти эту металлочерепицу надо также обрешетку восстанавливать не по технологии Мы так не работаем Есть бригады, которые за это возьмутся Но не мы Уважаемые мои зрители, уезжаю я отсюда с разбитым сердцем Скажите, пожалуйста, если вы в средствах ограничены, строит вам какая-то бригадка Чувствуете, что или видите, нет инженерного контроля Пригласите специалиста хотя бы уберечь вас от финансового ущерба Деньги, которые вы заплатите, это ничто по сравнению с переделками и с испорченным материалом Я сказал человеку, что нужно сделать, какие мероприятия предпринять, чтобы выйти из положения с наименьшими потерями Сердце мое разбито, едем дальше Здравствуйте, Алексей Здравствуйте, Юрий Приятно Что скажете по первому? Вы не бросились ли тоже? Вы, вашим взглядом, пройдитесь, посмотрите, есть ли какие-то замечания, нарушения, отклонения Только на первом этаже мы не поднимались наверх, но капельника конденсата нет уже Вы согласны проекту, да? Да, согласен Я просто вижу, площадь большая, без подпорки, да, без подпорок, усиливали пластинами Это Б-шка, да, Б Просто у нас есть определенная схема, которая работает, мы используем Утепление пирога, и вот она не дает сбой уже много лет А там есть, вон, стыки надо проклеить Чуть-чуть другая технология по монтажу гидроизоляции в зоне ендовой Брусок здесь забит И саморезы, либо гвозди, протыкают гидроизоляцию Допустим, водичка или конденсат, он стекает Минимизируем мы протечки Ну, обрешетка вроде правильная Расположена Саморезы В нужном месте Капельника нет, не проклейка стыков Теплый воздух, он поднимается сюда, кверху будет скапливаться Сантиметров пять, вот по всей длине и полоску вырезать Ага, элемент конька есть там Запиливали, он же как бы скользит, получается Обычно запиливать надо в стропильную балку Перфорированная пластина, вот сделана, видите А здесь какой-то сбой произошел Поняли, да? Вот, что это, с чем связано, непонятно Здесь будет конденсат, обязательно промерзать Вам надо брусок поперек, утеплите, чтобы он все это позакрывал Здесь утепления нету, вообще Еще снеговая нагрузка, когда вот здесь глыба ляжет в яндове В целом, на остальное все нормально? В целом, да, нормально, просто если ребята попробуют, им понравится, они уже по-другому не будут никогда делать Ну, я составлю диагностический акт, просто на одну страницу, адрес Ну, оценка хорошо Поставишь оценку отлично, хоть одному объекту, когда это случится уже? Нет, а я даже своему объекту, ну, редко ставлю отлично Ты знаешь, я редко бываю доволен, все равно найду какую-то ложку дегтя Слушай, ну ты пообещай хотя бы подписчикам, что однажды будет объект на отлично, ты поставишь ее Однажды, да Не закончишь карьеру, пока не будет объекта на отлично Да, они были Да, они были